Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые наши зрители и слушатели. Сегодня мы с вами поговорим об одной теме, которой тоже интересуются люди, обращающиеся к нам в центр. Их интересует такой вопрос, а что же, собственно говоря, происходит в нашем центре с точки зрения лечения. Что мы делаем, на чем основаны наши методики, являются ли эти методики какими-то народными, целительскими и так далее. Сегодня я приоткрою немножечко завесу над этими вопросами и попытаюсь объяснить вам, что на самом деле сотрудники нашего центра, а именно люди с хорошим, полноценным профессиональным образованием внедряют в жизнь методики, которые, собственно говоря, всем давно известны. Методики, которые применяются во всем мире. Ничего таинственного, ничего какого-то мистического в нашей работе абсолютно нет. Это методики, которые известны и в классической европейской медицине, и в классической восточной медицине. Вы не забывайте о том, что половина населения земного шара лечится немножечко не так, и немножечко не теми методами, которые лечат в Европе. И это не делает их какими-то таинственными, какими-то мистическими, какими-то незнакомыми, и какими-то, ну, скажем, там, шарлатанскими или каким-то там дужком. Всё гораздо проще. Я попытаюсь сейчас озвучить, объяснить вам, на чём основаны некоторые, ну, основные методики, с которыми мы работаем. И тогда будет... Прошу прощения, это важное дополнение. Этой методики, которую мы используем в качестве дополняющих инструментов, это не, как бы, основное, как бы, это люди, сотрудники, которые, вот, обладают определённым опытом и прочее. А методики... Ну, да. Есть инструменты, а не то, что сначала идут методики, а потом уже... Люди, которые эти методики великолепно знают. Да, то есть это инструменты... Конечно, конечно. Так вот, ну, скажем так, основные аспекты, которыми руководствуются сотрудники нашего центра, это прежде всего профессионализм, это прежде всего великолепное знание особенностей организма человека, великолепное знание его внутреннего строения и основа практически всех методов и всех направлений, с которыми мы работаем в центре, это следующая позиция. Дело в том, что организм человека устроен, с одной стороны, предельно просто, с другой стороны, очень сложно. В чём простота? Простота устройства нашего организма в том, что эта система устроена очень рационально. Там нет ничего лишнего, там нет ничего дублирующего. Каждая система, каждый орган работает совершенно определённым, максимально простым образом. В чём же сложность устройства нашего организма? Сложность в том, что все органы и системы нашего организма в норме идеально сбалансированы. Они работают таким образом, что каждая система помогает и регулирует системы следующие. Они зависимы друг от друга, и когда происходит сбой в той или иной системе, страдает весь организм. Знание и понимание этих моментов даёт возможность специалистам нашего центра работать таким образом, что методы, которые мы используем, ещё раз повторю, это известные методы, сейчас я немножко подробно о каждом из них расскажу, они все направлены на то, чтобы работал сам организм, то есть помочь организму исправить эти поломки самому. И посмотрите, как работает, скажем, классическая европейская медицина, к которой мы все привыкли. Да точно так же, когда вы идёте к врачу, он определяет какие-то анализы, он определяет какие-то с помощью инструментальных или лабораторных исследований сбои в системах вашего организма, организма больного, и пытаясь препаратами, какими-то другими средствами эти системы, эти поломки устранить. Но все действия медицины направлены на то, чтобы помочь организму восстановить его самого. Ещё более чётко и строго в этом направлении работает восточная медицина, которая определяет поломку человеческого организма как нарушение баланса положительного или отрицательного в каждом организме. И изменение этого баланса влечёт за собой то ли иное нарушение, то ли иное повреждение. И устранение этого сдвига, она заставляет организм восстанавливаться. Какие же методы мы используем в работе и как они влияют на организм? Ну, скажем так, один из интересных и известных методов, которые мы применяем, это метод крайнеосакральной терапии. Уже были мои лекции по этому поводу. Я напомню вам, что крайнеосакральная система – это система, связующая спиной и головной мозг. И благодаря этой связи, она так и называется, крайнеум – это череп, сакрум – это крестец, крайнеосакральная, то есть от черепа до крестца, спиной, мозг через спинномозговую жидкость регулирует все процессы нашего организма. Ведь нервы, выходящие из спинного мозга, окутывают все органы и системы нашего организма. Это раз, и спинномозговая жидкость, проникая в лимфатическую систему через лимфатические сосуды, подходит ко всем органам и системам. И сбой в той или иной системе абсолютно сразу моментально отражается на движении и на давлении спинномозговой жидкости. Можно восстанавливать орган, и тогда спинномозговая жидкость тоже восстановится. А можно идти наоборот, как идут специалисты крайнеосакральной терапии, восстанавливая движение спинномозговой жидкости, то есть крайнеосакральный ритм, мы стремимся заставить организм сам восстановить ту проблему, тот сбой, который в организме произошел. То есть в конечном итоге мы делаем то же самое, что делает традиционная медицина, и никакой мистики в этом нет. Мало того, довольно часто, и это описано в литературе, и это прекрасно знают специалисты, работающие с нервной системой, специалисты, работающие с костно-мышленной системой, что очень часто организм сам выбирает приоритеты. Иногда мы даже не диагностируем то или иное повреждение, организм уже начинает его лечить благодаря изменению крайнеосакрального ритма. То есть, скажем, последствия какой-то травмы оказывается для организма менее серьезной, чем, например, изменение или нарушение внутричерепного давления. И когда восстанавливаешь крайнеосакральный ритм, первоначально меняется внутричерепное давление, потому что это для организма гораздо более проблематично. Оно должно быть устранено прежде всего, и организм это прекрасно понимает. Следующий момент, который мы используем, это ситуация, связанная с разными элементами, с разными видами массажа. Почему массаж используется так активно, и почему многие виды массажа оказывают такой благоприятный эффект? Дело в том, что... Какова цель массажа? Усиление крово- и лимфотока. Зачем? Дело в том, что основные защитные элементы, и это вам скажет любой практикующий врач в любой стране мира, занимающийся как в Европе, так и в Америке, в Австралии, в Канаде, где угодно, что основным защитным элементом организма являются клетки крови и лимфы. И в тот момент, когда в организме возникают какие-то патологические моменты, клетки крови и лимфы стремятся туда, дабы исправить повреждения. Так вот, массажем мы... Причем разными видами. Это может быть и точный массаж, это может быть и классический европейский массаж, это может быть и массаж гуаша из Японии и так далее. Они все... Тайские массажи, они... Китайские, конечно. Китайские массажи, а? Все эти виды тайские, китайские, вьетнамские, любые виды восточного массажа, и европейского тоже, они все в конечном итоге приводят к одному. Они приводят к усилению крово- и лимфотока. И организм усиленный крово- и лимфоток несет к месту повреждения, к месту проблемы. Таким образом, мы ускоряем процессы заживления. Что делает иглорефлексотерапия, которую применяют у нас замечательный специалист, для высоко квалифицированной прошедшей обучения и в одном из лучших учебных заведений Израиля, и в одних из лучших учебных заведений Востока. Иглорефлексотерапия занимается практически тем же самым. Биологически активные точки, а именно места скопления клеток, которые очень активно обладают сниженным сопротивлением, соответственно, по классическому закону физики, а именно закону Ома, там скорость движения заряженных частиц, то есть скорость движения биологической энергии максимальна. Так вот, воздействие на эти точки еще больше стимулирует движение крови, движение лимфы, восстановление самого организма именно для тех мест, которые нуждаются в восстановлении. Поэтому эти методы так эффективны. То есть, эффективность их направлена прежде всего на то, чтобы организм сам себя восстанавливал. И мы фактически ему в этом помогаем. На самом деле, практически вся медицина на этом построена. Просто есть разные методики. Методики более эффективны, методики менее эффективны. Но самая большая эффективность работы нашего центра заключается именно в сочетании методик. Дело в том, что специалисты, работающие в нашем центре, они пришли сюда не случайно. Они пришли сюда именно тем, что их знания очень разнообразны. Их знания очень разные с точки зрения самой техники работы. Их знания охватывают практически все разделы мировой медицины. И применяются они исключительно для того, чтобы заставить организм не только работать на исправление дефектов, но и на то, чтобы организм как структура, как личность, как вот такой уникальный биологический объект постоянно совершенствовался. То есть, благодаря методикам, с которыми мы работаем, открываются, ну, скажем, вот как клапана или как зашитые кармашки, открываются возможности организма развиваться в дальнейшем на благо самого организма. Что это значит? Это значит, что зажатые, как бы закрытые участки тела ребёнка, взрослого, коры головного мозга, центров коры, которые должны работать на его усовершенствование, они закрыты. Так вот, благодаря таким методикам мы открываем и даём возможность организму заниматься самосовершенствованием, самораскрытием и самоулучшением, что ли, если хотите. Поэтому все те структуры, все те приёмы, которыми мы работаем, включая работу и энергетическую, и психологическую, и методики, связанные с тем или иным видом восточной или классической европейской медицины, они направлены на благо излечения и на благо совершенствования организма как биологического объекта и объекта жизни на Земле. На этом, да, на этом я с вами хочу сегодня попрощаться. Если кого-то заинтересовало, кому-то хочется узнать об этом больше, о каких-то методиках, о каких-то наших специалистах, пожалуйста, пишите, пожалуйста, обращайтесь. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и поднимем те темы, которые вам интересны. А сегодня спасибо за внимание, будьте здоровы и берегите себя.